По сути, нам осталось только дополнить нашу трехмерную сцену различными деталями освещения. Первая такая деталь будет весьма необычна. Я хотел сделать сначала какие-нибудь вывески, но потом я решил это немного отложить, и появилась такая интересная идея. Я сейчас создам кубик и расположу его примерно сюда. Сейчас я покажу, что я имею в виду. Под словом, очень необычная деталь освещения. Мы немного этот кубик сплющим. Вот таким вот образом. И перейдем в режим Edit Mode. Для чего? Для того, чтобы выделить... Так, сейчас секундочку. Нажимаем на выделение только полигонов. Для того, чтобы выделить нижний полигон и выдавить его вот таким вот образом. И еще раз мы выдавливаем. Далее выделяем этот полигончик. И при помощи инструмента перемещения немного его вот таким вот образом перемещаем. Примерно вот до конца нашего с вами тротуара. Ну, в принципе, я думаю, да. Вот сюда вот. Не прямо уже до конца. Вот я думаю, здесь будет нормально. Собственно говоря, по идее у нас это будет какая-то очень необычная металлическая по своей форме необычная деталь у этого здания. А такая некая ограждающая часть этого здания. А вот здесь у нас вот примерно по задумке вот в этой вот части, как говорится, с торца, будет такая интересная светящаяся полоска, как элемент освещения. Я думаю, неплохо. Давайте попробуем так сделать. Мы с вами сейчас вот такую вот low-poly форму сделали. Благополучно. Теперь нам с вами сейчас необходимо эту форму доработать текстурой. То есть добавить текстуру. Я думаю, текстуры все у нас так есть. Мы сейчас возьмем текстуру, которую мы ранее брали для текстуры металла. Вот эту вот. Либо вот эту вот. Ничего страшного, если текстура у нас где-то будет повторяться. В принципе, это, я думаю, абсолютно нормально. Тем более, если мы делаем все в одном стиле. Так, добавляем текстуру. Кстати говоря, вне кадра я эту понакачал с сайта Texas.com различные текстуры неоновых подсветок, различных неоновых реклам, что мы их сейчас тоже вставили попозже чуть-чуть. Так, ну что, возьмем, я думаю, мы с вами текстуру вот эту вот. Или такую. Хороший вопрос. Это слишком ржавая текстура, так на вид, да? Эту мы применяли для труб. Эту слишком текстура такая ржавая. Не знаю. Просто если прям сильно ржавую брать, мне кажется, будет прям совсем-совсем плохо смотреться. Попробуем вот такую текстуру. Как она будет? Мне кажется, лучше, чем была бы та ржавая. Сейчас мы текстуру подлатаем. Избавимся от всех этих артефактов. Вездесущих мы сейчас, ну, скорее всего, сначала поработаем над вот этим вот торцом. Выделим эти полигоны, вот именно с торца. УВ, как обычно, и Ресет. Вот таким вот образом. И каждый полигон сейчас по отдельности мы немного обработаем. Но здесь, в принципе, все нормально. Здесь теперь я хочу, вот я нажал на клавишу A, и у меня все точки в этой развертке выделились. Немного поверну. Так, секундочку. Вот таким вот образом. Вот. И теперь немного его уменьшу сначала. И немного растянем развертку еще вот по этой стороне. Для того, чтобы у нас здесь текстура, она не выглядела слишком сильно растянутой. Так, далее. Чтобы здесь вот эти детали пристыковались, я думаю, сейчас необходимо отразить эту развертку. Так, я просто нажимаю на красненькую стрелочку и просто ввиду, вот так вот отражаю эту развертку с другой стороны. Вот. Мы видим, что у нас практически совмещается эта текстура и эта текстура. И у нас это все, по крайней мере, на глаз достаточно неплохо. Теперь здесь смотрим, что у нас тут, в принципе, можно сделать. Я думаю, я думаю, что можно здесь ничего не менять, а вот здесь как раз-таки попробовать сделать продолжение вот этой вот горизонтальной текстуры. Ресет. А, у нас уже, в принципе, так это сделалось. Нам осталось только выделить эту развертку и немного саму развертку растянуть. Вот. Все. Мне кажется, вообще практически идеально. И то же самое делаем вот здесь и вот здесь. Мне кажется, что это будет достаточно неплохо смотреться. Ага. Вот здесь мы видим какие-то тоже неровные искажения, да, из-за того, что у нас здесь, заметите, да, полигоны квадратные. Здесь тоже они прямоугольные и все достаточно ровно у нас выглядят. А здесь у нас не совсем такой ровный угол. То есть здесь у нас угол прямой, да, а здесь у нас какой-то он получается не совсем прямой. Очень даже не прямой, я бы сказал. Поэтому в текстуре имеют место быть такие вот некрасивые искажения. Нам они не нужны, поэтому мы сейчас вместо ресет возьмем просто куб прожертвов. И у нас, видите, это все, вся текстура стала гораздо ровнее смотреться. Я предлагаю так оставить. Неплохо смотрится. Единственное, просто ради интереса попробовать эту развертку немного увеличить. Как она будет? Ну, в принципе, неплохо, да. Детализированность прибавляется. Мы это оставим именно так. Теперь создадим вот здесь вот по центру некий источник освещения будущий. Лампочку, по сути. Переходим в AdetMod. Берем инструмент LoopCut и создаем... Сейчас наша задача будет создать коллегон для того, чтобы выдавить наш источник освещения. Делаем примерно, я думаю, наверное, здесь. Да. Первый LoopCut. И еще берем внизу, делаем тоже вот здесь вот ребра. А далее, далее мы ставим LoopCut уже в горизонтальном положении. Наши новые ребра. Делаем здесь и вот здесь, чтобы не выходили за деталью, за эту деталь текстуры. Далее мы берем инструмент Extrude. Нажимаем на инструмент выделения только полигонов. И начинаем выделять этот полигон и выдавливать его. Вот таким вот образом. Сейчас тоже, видите, появляются снова артефакты. Мы сейчас их сразу уберем, наверное, да. Чтобы они нам сильно глаза не мозолили. UV Editing. Так. UV и Reset. Здесь немного подлатаем, чтобы не было сильно растянуто. Вот таким вот образом, я думаю, да. В принципе, неплохо выглядит. Вот так. Далее. Теперь, что мы делаем дальше? Мы сейчас, в принципе, по тому же сценарию, по которому мы с вами делали отдельный материал для стекол, мы сделаем то же самое, только здесь у нас будет не стекло, а светящийся материал. Нажимаем плюсик. Во-первых, мы выделили наш полигон, к которому будет применен данный новый материал. Нажали плюсик. Создали мы ячейк для нового материала. Теперь мы с вами создаем этот самый новый материал. Здесь есть маленькая загвоздка. То, что мы сейчас тут видим, да, наши привычные с вами Base Color, Metallic, Specular, Ragnus, это все понятно. Но нам необходимо, я наповторюсь, нам сейчас необходимо создать светящийся материал. Для того, чтобы создать светящийся материал, мы очень, в принципе, легко и просто его создать. Мы, вот здесь вот есть Surface, и есть кнопочка Principlet BSDF. Мы ее нажимаем, и здесь появляется меню различных эффектов. То есть, на самом деле, в блендере существуют разные типы материалов. То, что мы видим здесь, да, вот эффект, тип материала, Principlet BSDF, это самый основной, в принципе, в блендере, самый универсальный тип материала, в котором содержатся разные эффекты. Это и металлик, это и спекуляр, ну и так далее. А вот есть еще, помимо этого всего прочего, такой интересный тип материала, как Emission. Переводится как раз таки свечение. Мы на него нажимаем, нажимаем на SIN, чтобы данный материал, напоминаю, применить к выделенному полигону. Вот. И мы с вами видим, перейдем в этот мод, Вот. Видим, что теперь у нас здесь исчезло, в принципе, все, то, к чему мы привыкли. Исчез у нас металлик, рагноз и так далее. Стринг – это сила свечения, а колор – это непосредственно цвет этого самого свечения. А ну, какой цвет у нас с вами преобладает в наших референциях? Давайте с вами внимательно посмотрим. Ну, здесь, например, да, вообще здесь все в таком интересном фиолетовом каком-то цвете, очень красивом, на мой взгляд. Здесь, в принципе, да, вообще, в принципе, мир киберпанка, он сам по себе очень разноцветный, красочный. Но, тем не менее, как здесь мы видим, в нем, по крайней мере, в этом рисунке преобладают такие цвета, как, допустим, синий, голубой и какой-то фиолетовый, да, розовый, возможно. То есть, у нас такой интересный, получается, градиент, состоящий из двух абсолютно противоположных цветов. Вот это очень важно сейчас сказать, то, что у нас в одной, да, стране есть очень холодные цвета, а в другой стране более теплые цвета. Красный, например, да, красный, желтый, там, оранжевый. Вот. А между ними, как раз-таки, идет такой, ну, и не тот, и не другой, в принципе, такой фиолетовый-розоватый. Интересная, на самом деле, в принципе, палитра цветов у мира киберпанк. Мы, наверное, сейчас сделаем, ну, я думаю, примерно такой какой-нибудь фиолетовый цвет, но мы сейчас силу свечения увеличим, допустим, на десяточку. И видим, что у нас, в принципе, как бы, ну, по сути-то света нет. То есть, просто как будто бы у нас такое отражение насыщенное появилось здесь. Но, тем не менее, именно от этого вот ореола, да, вот освещения у нас тут нет. Это не очень красиво сейчас смотрится. То есть, по сути, если бы я не сказал, да, вам бы, что это освещение, я, скорее всего, и лично я бы даже не понял, что это именно полоска, да, которая должна светиться. Поэтому в блендере есть еще один очень интересный и очень полезный эффект. Он находится, он здесь. Как раз-таки в самом начале, когда мы с вами создавали эффект рассеянных теней, видим, да, и плюс отражений. А есть еще третий эффект, называется Bloom. Давайте его включим, и мы видим, да, какие-то изменения определенные произошли. То есть, вот без эффекта, вот с эффектом. Еще раз, да, без эффекта, а вот с эффектом. То есть, этот эффект Bloom, у него-то настройка тоже есть, мы вкладочку откроем. Сейчас пройдемся по этим настройкам, по основным. Этот эффект, он добавляет к светящимся материалам или к бликам, если они достаточно яркие, такой вот ореол от освещения. По сути, создавая такой, знаете, эффект объемного освещения. Почему бы нет? Собственно говоря, мы с вами сейчас открыли вкладочку Bloom, и здесь есть настройки этого эффекта. Во-первых, пройдемся по самым основным, самым полезным параметрам. Первый параметр это Radius, то есть, если я поставлю на 0, это радиус этого самого ореола, да. Если поставлю на максимум радиус, то у нас этот самый ореол от освещения будет буквально практически покрывать весь экран. В принципе, мы оставим, наверное, на шестерочку, я думаю, это будет неплохо. Следующее это Color, то есть, ну, Color самого общего цвета ореолов вообще во всей сцене. Мы его трогать не будем, как он был белым, так мы его и оставим. И последний, очень важный параметр, это интенсивность вообще, в принципе, визуальных этих вот ореолов. Если я поставлю интенсивность на 0, то эти ореолы у нас исчезнут. Если я поставлю интенсивность на, например, 0,1 или, например, на 0,5, то у нас, видим, да, эти ореолы, они очень сильно у нас начнут проявляться. Вот он, пожалуйста, мы видим. И мы сейчас замечаем, что теперь это наиболее похоже на освещение. Я предлагаю прям так и оставить, ну, почему бы нет. Может быть, сильно, давайте поставим на, например, 0,3. Вот так. Если, например, я Color изменю, то у нас будет вот такой вот интересный эффект. Ну, я оставлю на белом, пускай. Раз решили оставить, значит мы оставим. Примерно такая деталь получилась. Сейчас я ее немного отодвину вот сюда, вот, чтобы она сильно у нас не выпирала. Ну вот, чтобы, по крайней мере, хотя бы, чтобы оставить немного проходу людям, которые будут проходить по этой улице. Ну вот, единственное, что еще я бы тут доработал, наверное, металлик повысил бы на материале самого металла, да, металлической реконструкции. Допустим, на 0,600. И Ragnos, а у меня и так на Ragnos уже уменьшен, в принципе. Поэтому вот так вот, в принципе, ну, нет, Ragnos совсем прям я уменьшил, пускай он будет на вот таком вот числе. Все, а, кстати, еще идея интересная, вроде металлик увеличится на трубах. Хотя идея может быть и нехорошая, потому что у нас рыжачина, как правило, бликов не дает. Но, в принципе, чтобы хотя бы немного такой эффект был металлический, мы это оставим. И здесь тоже можно металлик поставить. Вот, что мы не сделали, надо было бы вспомнить, я только сейчас вспомнил. И здесь то же самое. То есть, мы увеличим металлик. У нас будет все это дело смотреться. Вот даже, видите, есть блик. И за счет эффекта bloom у нас даже блик, он приобретает такой вот светящийся ореол. Это, мне кажется, очень-очень здорово выглядит сейчас. Мы, тем не менее, сейчас немного еще сплющим, я думаю, эту форму. Вот таким вот образом. Переместим ее сюда. И, скорее всего, скорее всего, скопируем ее и вставим в другую часть нашей сцены. Вот примерно вот так. Эта штучка у нас закрывает наш замечательный электрический щиток. Но ничего страшного, мы его сейчас просто переместим куда-нибудь вот в эту область, наверное. И чуть-чуть еще, так вот, повернем. Я думаю, да, ну все. В принципе, у нас будет вот так вот. Я думаю, это неплохо. Даже можно попробовать его еще скопировать. И попробуйте его немного перенести куда-нибудь сюда и поставить его ровно. Теперь мы можем выровнять, поставить здесь 90 градусов. Дай, секундочку. Вот здесь вот 90 градусов. Да, и попробуйте его переместить в верхнюю часть этой металлической конструкции с источником освещения. Мы попозже еще добавим, в самый последний момент, добавим сюда и сюда, и там, где у нас еще, в принципе, освещение будет лампочки. Виртуальные лампы, чтобы у нас эти области, которые у нас светятся здесь визуально, чтобы они освещали еще и, в принципе, сцену в общем. Чтобы они отбрасывали реальный виртуальный свет. И освещали нашу сцену. Потому что в режиме отображения освещения у нас все темно. Я даже могу перейти в настройки общей сцены, глобальной сцены, да, и могу, в принципе, здесь яркость фона, который у нас, в принципе, дает глобальное освещение, я могу понизить на ноль. И когда мы сами лампочки поставим, у нас с вами это будет все выглядеть очень даже красиво. Но не будем все понамешивать, мы к этому попозже вернемся, пускай у нас будет все структурировано. Переходим к созданию светящихся неоновых выбесок. Для этого мы с вами сейчас используем плоскость снова. Внезапно, да, как это было неожиданно. Мы возьмем плоскость. Далее, создадим к этой плоскости материал. Все как обычно. И теперь, единственное, да, у нас по новым правилам, мы сейчас, если делаем объект светящимся, поэтому мы, в принципе, отменяем на эмиши. Как мы это делали вот с этой вот фиолетовой плоскостью. Так, теперь, самое интересное, что мы можем сюда любую текстуру вставить, в этот материал светящийся. И эта текстура у нас также будет светить. Поэтому здесь Color, мы нажимаем на нашу уже знакомую желтую кнопочку. Так, и выбираем в меню Image Texture. Нажимаем на Open. И здесь я выбрал, подобрал заранее. Тут сколько у нас? Пять различных выбесок. Ну и здесь это не совсем выбесок, это скорее знак. Такой вот, да, интересный. Но он такой интересный и светящийся. Мы, в общем, возьмем сначала, наверное, в принципе, можем взять вот такой вот знак. Мне кажется, он очень такой интересный. Мы их все применим обязательно. Но я хочу прям начать с самого красивого, одного из самых красивых, на мой взгляд. Вот так. Силу свечения мы поставим на пятерочку. Нет, совсем сильно светится, да. Мы поставим на тройку сейчас. Вот так. Теперь, теперь, теперь. Вот видим, да, то есть за счет эффекта Bloom, вот я сейчас включу, да, у нас все это, ну, как-то не очень хорошо будет смотреться. А если Bloom я включил, то у нас прям выбеска, она прям вот сияет. Это, мне кажется, очень здорово. Мы сейчас это дело повернем на 90 градусов по оси X и по оси Z на 90 градусов непосредственно. Но для того, чтобы нам сейчас вот это вот вывеско повесить куда-нибудь наверх, допустим. Пускай у нас эта вывеска где-нибудь здесь вот висит. Мне кажется, это будет здорово. Если мы ее еще увеличим, то вообще, мне кажется, будет шикарно смотреться. Мы сейчас ее выделяем и перемещаем туда, чтобы у нас не пересекало, чтобы она не была вот такой вот у нас. Мы возьмем и аккуратненько ее сюда переместим. Вот, в принципе, мне кажется, неплохо. Теперь, 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 теперь. Еще, что можно сделать? Ну, можно, конечно же, эту вывеску немного выдавить. Мы переходим в режим Edit Mode. Берем инструмент Extrude. Выделяем полигон этой плоскости. И немного, немного выдавливаем. Вот так, в принципе, я думаю, будет этого достаточно. Все, теперь мы можем, в принципе, скопировать эту плоскость и выдавленную плоскость. Нажать на минус. Хотя, знаете, гораздо эффективнее было бы не по-новой материал добавлять, а сделать, предублировать материал, нажав сюда вот. То есть, это копирование материала. Мы на него нажимаем. И теперь мы просто, теперь, по сути, это отдельный материал. То есть, это материал называется Material 36, а это называется Material 35. Мы здесь крестик нажимаем, чтобы текстуру убрать старую. И вместо нее мы снова нажимаем на Open и откроем уже новую текстуру. Ну, например, вот какую-нибудь такую вот текстурку. Мам, как интересно получилось. Потому что у нас с вами слишком она растянутая. Мы ее сейчас... Мы ей дадим приобрести нормальный вид. Вот примерно... Секундочку. Такой вот вид. Мы сейчас, наверное, это куда-нибудь определим. Я не знаю, куда это поставить, потому что выбора здесь достаточно много. Но, в принципе, в принципе, в принципе, что... Можем попробовать... Вот как сделать. Можем попробовать сейчас... Все поставить по нулю. Здесь нет. Тут останется на 90 градусов. А вот по оси Y повернуть на 90 градусов. Точнее, на минус 90 даже. Чтобы она у нас... Эти стрелки были направлены вниз. Решил поставить данную вывеску вот в это место. Чтобы ее стрелки направляли, собственно говоря, на вход в это само здание. Далее. У нас есть еще несколько вариантов текстур. Я сейчас предлагаю снова скопировать и вставить данную вывеску. И снова взять ее материал. Вот он называется материал 37. И скопировать его. То есть нажать вот сюда вот. Текстурку убрать, нажав на крестик Open. И у нас что еще есть? У нас есть такие замечательные две текстуры. Давайте вставим сначала вот такую вот под номером 2. Снова опять же, да, мы сейчас ее немного приведем в нормальный вид. И я думаю, что сейчас... Ну, если мы оставим ее такой вот выпирающей, мне кажется, это будет не совсем правильно смотреться. Отражение основного. Мне так нравится. Вот. Тем не менее, по оси Z мы поставим 0. Вот. Вернем ее вот в такую вот исходную позицию. И попробуем, попробуем сделать так, чтобы у нас эта выписка, допустим, стояла где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь. А пускай она стоит где-нибудь здесь, наверное. В принципе, почему бы нет, да? Но все равно тут какое-то пустое место. Единственное, тут залезают эти вот замечательные наши несравненные про... Как их называют? Трубы. Это, конечно, не очень хорошо, когда у нас модельки залезают друг в друга. А вот, в принципе, это такой вот эффект, он неплохой. Мы немного уменьшили эту вывеску. И, в принципе, все. Я думаю, что смотрится очень даже неплохо. Теперь мы с вами еще можем, в принципе, попробовать скопировать эту вывеску. И ее, то есть без изменений, в принципе, текстуры увеличить и поставить прям самый-самый верх этого самого дома. Вот таким вот образом. Чтобы была какая-нибудь такая огромная вывеска. Мы попозже еще попробуем как-нибудь обыграть идею с голограммами. Это интересно, как получится. Потому что есть одна идейка. Почему бы не попробовать сделать, например, какую-нибудь голограмму какого-нибудь шара. Такого сердчатого шара, которая будет, например, крутиться где-нибудь там или где-нибудь на дороге. Ну, пускай. Короче, посмотрим, как получится. Дальше мы делаем еще. Мы еще раз скопируем эту текстуру. Точнее, эту модельку. Снова копируем материал. Нажимаем на крестик. И open. И вот у нас еще остался один материал. Секундочку, я что-то не то сделал. Надо было выделить его еще раз, а потом уже все это проделывать. А вот я, я, короче говоря, вместо, вместо этого скопированного материала я нечаянно изменил этот вот объект. Потому что надо было выделить его изначально, этот дубликат. А я этого не сделал. Ну, ладно. В общем, мы сейчас скопируем его. Ставим. И, наверное, куда-нибудь еще распределим. Вот таким вот образом. Пускай. То есть, чем больше выписок, тем лучше. В принципе, это очень даже неплохо. Мы даже сейчас эту выписку попробуем скопировать. У нас она здесь, в таком положении. Перпендикулярном, скажем так, да, и вот этой вот плоскости здания. А теперь мы сделаем ее параллельной. То есть, здесь этот вариант у нас пускай будет на 0 градусов по оси Z. И мы сейчас сделали так, чтобы вот эта вот замечательная вывеска, она у нас была в положении параллельно нашему с вами фасаду верхнему. И пускай эта вывеска у нас будет где-нибудь здесь. Мы ее сейчас чуть уменьшим. Вот таким вот образом. И вставим как раз вот сюда. Да, у нас видно, что вообще у нас тут такое. У нас тут какой-то склад непонятный. Какой-то вот там люди какие-то сидят. Кстати, внезапно. Тут у них даже какие-то грамоты, видимо, люди очень какие-то, может быть... Тут у них там компьютеры, что ли? Может какие-то заслуженные компьютерщики киберпанковской? С какой-нибудь страны или, я не знаю, империи? Что вообще? Кто вообще управляет киберпанком? То есть у них что? У них президент или какой-нибудь император или... Ну, то есть я в эти подробности, к сожалению, не вдавался. Очень интересно. В принципе, как-то все есть. Но я так понимаю, что могут быть разные миры в киберпанке, да? Под общей стилей киберпанка. У каждого мира подобного могут быть свои какие-то, может быть, строи и так далее, и так далее, и так далее. Но, в принципе, мы с вами сделали вот такой вот вариант с вывесками. Их, возможно, может быть, чуть побольше сделать. Я сейчас еще эту вот вывеску скопирую и попробую сделать, наверное, еще раз. Мы ее уже выделяем, чтобы не было ошибок прошлого. Скопируем материал и текстурку. Мы сейчас вот у нас еще одна текстурка осталась. Мы ее сейчас вставим. Она у нас только квадратная сама текстурка, поэтому мы ее непосредственно тоже сделаем. Саму плоскость сделаем квадратной. Немного повернем. Вот таким вот образом. На минус 90 градусов, да? Чтобы все было максимально ровно. И куда-нибудь перенесем, допустим, вот сюда. Да. Потом снова скопируем, снова вставим. И, допустим, то же самое сделаем только вот где-нибудь здесь. Почему бы нет? Тем более в Киберпанке машины полетающие и знаки, по идее, должны быть тоже летающие. Собственно, почему бы нет? Вот такие вот знаки мы с вами сделали. Мне кажется, это очень даже неплохо сейчас смотрится. И давайте посмотрим, что у нас в режиме отображения освещения. Вау! Вот не он не он. Осталось нам только добавить еще лампочки непосредственно, виртуальные лампы, чтобы у нас все затемненные детали, например, фасад здания, да, дорога, они у нас непосредственно стали освещаться. Были, чтобы они были видны у нас. Так, в комнате стало темновато. Я разобрался с освещением и теперь я могу продолжить запись. То есть непосредственно мы остановились на том, что мы с вами создали, наконец, многочисленные вот эти вот освещенные неоновые вывески. И еще создали такие вот интересные детали металлические. Мы теперь, вообще в принципе, нам остается только одно сделать. Еще, во-первых, две вещи, да, последние, прям вот последние-последние, перед работой над освещением и перед рендером. Нам осталось сделать первое, это столб электрический, то есть линию электропередач с проводами. И, наверное, еще я хотел бы сейчас дополнить эту сцену, в общем, именно, скорее всего, какую-нибудь, такие вот пустые детали нашего с вами нижнего фасада. И плюсом еще нашу с вами дорогу, какими-то вот подобными элементами, светящимися, чтобы у нас прям был неон, прям неон, неон, везде неон. Мы для этого сейчас создадим плоскость, или знаете как плоскость, а лучше всего кубик. Кубик создадим, нью, новый материал, принципы отменяем на эмишн, ну, для эффекта освещения. И попробуем, у нас здесь, смотрите, у нас сейчас преобладает такой какой-нибудь интересный фиолетовый розоватый цвет. Я предлагаю поставить, ну, в принципе, у нас цвета никакие не преобладают, мне кажется, здесь много всего, много цветов есть, и зеленый даже есть, и какой-то вот синий. Поэтому здесь много, целая палитра цветов у нас тут, все равно, в любом случае, я хочу добавить, может быть, еще немного синенького, такого вот интересного цвета. Повысим мы силу свечения, чтобы был у нас такой вот ореол интересный, и разберемся с масштабированием. Сделаем как-то примерно вот так вот, прям, перенесем эту деталь. Я думаю, что сильно большую делать не надо, мы сейчас сделаем ее вот еле-еле такую вот выпирающую, и она пускай будет такая небольшая у нас сама по себе, немножко ее увеличим все-таки. Вот, и попробуем начинать, как сделать, попробуем ее скопировать, копии, паст. То, что я сейчас сделаю, кстати говоря, это все абсолютно на рандом, то есть идеи приходят буквально в реальном времени, поэтому все, что мы сейчас с вами сделали, это заранее, в принципе, не было запланировано, как с вами сели. Изучать эти референсы с самого начала, да, так у нас сейчас все это на рандом и идет. Скопируем материал и просто изменим цвет по, допустим, какой, поставим какой-нибудь, ну, зеленый нет, зеленый не очень, какой-нибудь, может быть, вот такой вот цвет, и еще силу свечения немного увеличим на 20. Нормально? Или ненормально? Мне кажется, в принципе, неплохо. Мы здесь можем еще также скопировать эту плоскость и поставить ее куда-нибудь на дорогу. А, кстати, было бы прикольно, если бы мы попробовали бы эту светюльку поставить куда-нибудь вот сюда вот, под эту самую решетку. Мы хотели сделать это сливным каким-нибудь, сливной ямой, но почему бы нет, собственно, почему бы не поставить туда элемент освещения? Мне кажется, даже неплохо смотрится, давайте так оставим. Только какой цвет мы подберем с вами сейчас, может быть, такой, как, в принципе, в принципе, неплохо. Кстати говоря, еще есть такая интересная идея, пускай это будет генератор, генератор, генератор голограмм, и мы сейчас, мы сейчас добавим сюда сферу. Есть такая прикольная идея, обезьянка, пускай у нас будет голограмма обезьянки. Мы сейчас эту обезьянку вставим, и есть маленький лайфхак, я, кстати, про него говорил, когда мы с вами делали вот эту вот замечательную решетку, чтобы люди не проваливались туда, в эту яму. Вот, а сейчас мы этот же модификатор, вайрфрейм, напомню, применим именно для обезьянки. Вот, а еще мы сейчас создадим новый материал ей, тоже он будет имиджно светящимся, сделаем ей цвет примерно такой же, как вот здесь, вот такой голубоватый светящийся, и поставим на 20. И у нас будет такая вот замечательная голограмма обезьянки, ну, почему бы нет, но, единственное, сильно, как-то, мне кажется, сильно ярко поставим на десяточку. Вот, ну, прикольно, мне кажется, прикольно, мне кажется, очень здорово, особенно если мы как-нибудь ее, как-нибудь ее вот так вот. Поместим, точнее, перевращаем, пускай у нас летает, пускай даже будет у нас какая-нибудь обезьянка еще здесь, или, знаете, может, даже не обезьянка, а какая-нибудь сфера, чтобы прямо вот было много чего неонового. Сферу мы увеличиваем, и то же самое, добавляем ей модификатор вайрфрейм, и делаем ей, мы, в принципе, можем новый материал не делать, мы можем, какой, как тут называется материал, материал 0.54. Нажимаем сюда, открывается меню всех ранее созданных нами материалов, и вот выбираем, да, 0.54, вот, вот он, пожалуйста. Мы его сейчас с вами куда-нибудь вверх поставим, что у нас или нет, или плохая идея, как вы считаете? Назад можно поместить, чтобы прямо было у нас интересно. Ну, нет, ладно, не будем настолько сильно пичкать нашу сцену разными светящимися элементами, а то будет прям совсем, как-то, знаете, может быть, приторно в плане освещения. И еще я хочу выделить обезьянку, и немного, есть такой замечательный параметр, я о нем говорил в начале мастер-класса, хочу немного уменьшить толщину этих вот ребер, вот, чтобы у нас была такая, ну, мини-толстая голограмма. Ну, в принципе, прикольно, или голограмма прям интересная получилась у нас, я думаю. Сохраняем этот прогресс, и теперь мы с вами хотели сделать последний, да, этап, это линию электропередач. Мы этим сейчас с вами займемся. Линии электропередач, я предлагаю, как сделать, ну, давайте посмотрим, что у нас вот здесь. У нас с вами здесь есть, да, ну, здесь я вроде как нигде не видел, здесь только провода. Мы видим большое количество также проводов, вот, здесь я... Особо не замечаю линии электропередач. Тут уже непонятно, провода или просто какие-то веревки, тут как-то какое-то ограждение, видимо, да. Вот, ну, тем не менее, здесь я не замечаю линии электропередач, и здесь вроде как тоже. Это у нас что? А, это у нас просто трубарка как-то идет. Ну, поэтому здесь только, в принципе, да, мы видим, скорее всего, это какое-то дерево, да, деревянный столб, но я предлагаю, в принципе, я, в принципе, предлагаю сделать металлический столб, потому что мы говорили с вами, да, в первой части, что, ну, я такое предположение выдвигал, что, скорее всего, скорее всего, в мире Киберпанк преобладают какие-нибудь такие металлические, металлические детали, конструкции, в том числе, и, ну, мы это видим по дорогам нашим, да, металлическим, поэтому, почему бы нам с вами не сделать, собственно говоря, линию электропередач, сам электрический столб, каким-нибудь тоже металлическим. Мы берем цилиндр за основу, поэтому, я думаю, что, в принципе, логично, что столб, любой столб, это, ну, преимущественно цилиндр. Мы берем его таким вот образом преобразуем, то есть уменьшаем, и при помощи всего инструмента, естественно, в масштабировании, немного его так вот растягиваем, сразу, в принципе, можем ему материал какой-нибудь сделать, металлический сразу, а можем еще лучше, конечно, ему какую-нибудь ржавую текстуру добавить. Ну-ка, посмотрим. О, кстати, вот почему добру пропадать, мы эту текстуру ни разу не использовали, можно, в принципе, попробовать ее сейчас добавить. Здесь видим, текстура очень сильно у нас растянутая, потому что мы сам объект растянули, поэтому переходим в UV-Editing, и сейчас мы с вами возьмем вот эту вот часть нашей с вами, в принципе, я знаете, как лучше сделаю, выделим мы сейчас с вами все эти, перейдем в режим просмотра сетки, и выделим все эти полигончики. Вот, у нас они тут выделились в виде развертки, и мы просто возьмем сейчас и растянем саму эту развертку. Смотрим на результат. Еще можем немного растянуть. Ну вот, эффект, в принципе, меня устраивает. Мне эффект устраивает, мы посмотрим, что у нас в итоге получилось. Да, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Еще один минус, мы с вами видим, да, что вот здесь, я не знаю, кому-то видно уж, кому-то нет, мне вот заметно, видим, полигоны видны, опять же, да, то есть, мы должны эти видимые полигоны убрать, сгладить. Мы для этого нажимаем на правую кнопку мыши и нажимаем на Shade Smooth. Нажали, все, у нас модель сгладилась, этих видимых полигонов у нас нет. Металик я могу убрать, потому что ржавчина у нас, как правило, бликов не дает. Вот, в реальном мире, если приглядеться, посмотреть. Копируем, вставляем. Для чего, спросите вы, я вам отвечу. Я хочу повернуть эту конструкцию металлическую на 90 градусов по оси Y. И, немного уменьшив ее, вот так вот сплющить. Чтобы сделать такую вот, точнее, чтобы сделать продолжение этой металлической конструкции. Вот, мы снова скопируем, снова вставим, вот таким вот образом у нас с вами получается уже непосредственно, ну, узнаваемая форма столба электрического. Я могу, конечно, лучше всего немного его еще растянуть, чтобы он был чуть повыше. Он, например, какой-то совсем у нас получается невысокий, даже, может быть, еще немного, вот таким вот образом. Да, и непосредственно эти штучки мы тоже выделяем и поднимаем вверх, в принципе. И тоже можем их чуть-чуть увеличить, вот таким вот образом. Далее. Мы можем с вами сейчас на этом остановиться. Можем, допустим, какие-то еще детали добавить. Можем, в принципе, скопировать еще эту вот конструкцию металлическую. И попробовать сделать что-то вроде вот такого. Мы ее поворачиваем. То есть просто на рандоме сейчас эти конструкции клепаем в разные стороны, куда нам только в голову, как говорится, взбредет. Ну, в принципе, вот такой вот эффект, он может быть интересный. Можно еще уменьшить, в принципе, эти конструкции, чтобы у нас детализированность прибавилась. То есть детализированность, да, это наличие мелких деталей, наличие большинства мелких деталей. То есть если их много, если они все гармонично у нас расположены, более-менее гармонично, то это придает, конечно же, плюс изображению в общем. Ну, в принципе, получилось как-то примерно так. То есть особо мы сильно не заморачивались на тему фонарного столба. Осталось сделать нам, наверное, провода. Как мы делаем провода? Мы берем плоскость. В принципе, да. В принципе, да. А лучше всего, наверное, возьмем кубик. Лучше возьмем кубик, в принципе. И теперь его несем в сторону линии электропередач. Уменьшаем примерно до толщины предполагаемого провода. Я думаю, вот такой провод у нас с вами будет. Сразу, в принципе, можем выйти в режим edit mode. Точнее, войти. А может и выйти. Нет, лучше войти, скорее всего, правильно не будет. Сейчас мы это дело выдавим. То есть сейчас мы, в принципе, из этого кубика делаем непосредственно провод. Вот. Вот так. Пускай этот провод у нас с вами будет крепиться каким-нибудь элементом нашего с вами здания. Мы, кстати, сразу можем сгладить данный провод. Почему? У этого провода есть один очень большой-большой изъян. Он очень угловатый, да. В принципе, в реальном мире таких проводов у нас с вами не встретишь на улицах. Поэтому я предлагаю перейти в окно работы с модификаторами. И сделать модификатор Subdivision Surface. Это модификатор, который у нас с вами позволяет сглаживать форму нашего с вами 3D-объекта. Здесь есть Levels Viewport. То есть это степень сглаживания на Viewport. У нас сейчас стоит на единичке. Если я поставлю на 0, то у нас все сглаживание, оно пропадет. Если я поставлю, например, на 2, то количество перегонов в модели будет прибавляться. И они у нас будут... В общем, они у нас... Моделька сама, в общем, будет выглядеть гораздо сглаживанием. Но, учитывая, что мы с вами делаем low-poly модель, мы с вами сильно много не ставим. То есть ни 4, ни 3, ни 6, ни в коем случае. Я думаю, нам, в принципе, хватит единички на первое время. Если будет совсем как-то угловато, мы с вами поставим на двоечку. Так, сделаем еще раз выдавливание. И приподнимем вверх. Как-то, я думаю, примерно вот, может быть, вот так. Еще раз выдавим. И еще раз приподнимем. Пускай она скрывается за трубой. Где-то вот как-то вот так вот, примерно. В принципе, я думаю... В принципе, я думаю, нормально. Теперь... Теперь мы даже, может быть, чуть-чуть ее ближе к стене подвинуть. Вот так. Ну да, как сильная углова, давайте сделаем на двоечку. Вот так, в принципе, такой эффект, он более-менее нормальный. А сделаем мы с вами сразу материал этому проводу. Ну, естественно, материал черный. Такой темный, темноватый провод. Вот. И получившийся провод просто мы можем скопировать в разные части нашего с вами... Нашей с вами конструкции. Допустим, ставим сюда. Вот. Давайте сразу как-нибудь расставим их. Потом будем их как-нибудь поворачивать в разные стороны. Чтобы они выглядели такими, ну, более трудными по форме своей. Можно, в принципе, скопировать вот эти вот четыре проводочка. И попробовать, наверное, их переместить сюда вот в нижнюю часть. Вот. В принципе, такие вот провода получились. Единственное, да, здесь мы видим очень какую-то вот неурядицу. Мы сейчас ее, естественно, будем исправлять. Мы выделяем по отдельности каждый провод. И сейчас будем это дело поочередно как-то вращать. Смотреть, как у нас все это будет выглядеть. Ну, я предлагаю попробовать, например, по оси Z повернуть куда-нибудь вот, может быть, сюда. Да, мы здесь видим, что мы можем немного увеличить этот провод. Вот я, если что, пользуюсь клавишей S английской, ну, как доллар. Для того, чтобы по клавиатуре все это дело быстренько увеличивать. Просто так удобнее. Вообще, по клавиатуре, если удобнее работать, вы работаете. На самом деле, клавиатура, она, умение на клавиатуре работать, она на самом деле очень-очень упрощает. Точнее, даже не то, что упрощает, а ускоряет процесс моделирования. Есть горящие клавиши, например, клавиша G. Для перемещения или клавиши S для увеличения или уменьшения. Или клавиши R для ротейт, вращения. Например, если я нажму, например, если мне нужно переместить этот проводок куда-нибудь вверх, именно по оси Z, например, я нажимаю на клавишу G и после этого нажимаю на клавишу Z. То есть, я выбираю ось, да, либо, например, ось X. Нажал на клавишу X, у меня по оси X перемещение началось. Либо по оси Y, ну, в общем, вот в таком духе. То есть, если удобнее, пользуйтесь этим. Вообще, в принципе, работать, да, на клавиатуре очень здорово. Так, но тем не менее, мы продолжим. У нас с вами вот этот провод готов. Этот провод мы с вами как раз неплохо, в принципе, он здесь и так у нас лежит. Я, наверное, чуть его только подвину куда-нибудь. Эх, как он? По горячей клавиши нам нужно подвинул, чтобы аккуратнее было. Вот так вот. Этот провод тоже как-нибудь сейчас выделю и по горячей клавиши подвину. Нажимаю на R, выбираю ось Z, кликаю. Точнее, нажимаю на клавишу Z и вот сюда аккуратненько перемещаю. Чуть ее смещу, чтобы они у нас не пересекались с этим вот светящимся элементом. Нашел с вами экстерьера замечательного, киберпанковского. Вот, ну и в принципе, в принципе, возможно все. Тут вот еще, да, у нас есть элементы, которые пересекаются с вывесками. Тоже мы их сейчас немного перенесем куда-нибудь вот сюда. В эту часть, в эту область. Здесь тоже, да, мы тоже сейчас немного перенесем вот сюда. Вот так. Ну вот. Можем попробовать еще вот сюда и куда-нибудь вот сюда. Мне кажется, в принципе, это неплохо. Вот. Основные ранее запланированные элементы мы с вами сделали. Теперь я предлагаю приступить непосредственно к созданию атмосферности нашей с вами трехмерной сцены. У нас есть здания, там различные элементы, вывески, светящиеся, да, в том числе элементы. Но, тем не менее, у нас нет очень важного фактора, который придает любой, в принципе, 3D сцене, сцене в 3D графике атмосферность. Это виртуального освещения. Виртуальное освещение мы с вами можем увидеть непосредственно, если перейдем в режим просмотра освещения. Нажимаем, видим, что у нас здесь освещение вообще, в принципе, нулевое. Зато есть множество разных светящихся элементов, которые мы с вами сделали при помощи типа материала Emission. Но, у этого всего есть один маленький минус. На самом деле, мы с вами хоть и видим, что эти элементы, они якобы светятся, они как бы сияют, да. И из-за того, что у нас здесь есть эффект blue, мы его ранее включили, у нас все эти элементы подсвечиваются таким вот интересным ореолом сияющим. Но, все еще остаются элементы, которые у нас, например, в этом режиме были видны, да, то есть окна, различные там детали, другие текстуры и все остальное. А здесь мы этого не видим, потому что у нас в сцене нету непосредственно виртуальных источников освещения. У нас в Blender есть, во вкладке Add, есть вкладочка, называется Light. Здесь представлены четыре типа освещения, которые вообще, в принципе, есть в этой программе. Point первое, потом Sun, Spot и Area. Ну, я думаю, что мы с вами воспользуемся, скорее всего, преимущественно Point освещением. Ставим и смотрим. Мы что вообще здесь видим? Вот наша лампочка. Мы видим, что у нас белым цветом освещать какую-то маленькую область. Потому что, в принципе, лампа Point, она у нас на то и Point переводится как точка, да, точечное освещение. Освещает такую небольшую часть сцены. Вот, но, тем не менее, мы здесь у нас, да, при выделении лампы появляется такая вот зелененькая лампочка, иконка с настройками лампы. Мы здесь можем поменять типы освещения. Но у нас стоит Point, потому что мы выбрали Point заранее. Первое, это Color, то есть цвет лампочки, да, цвет света, который исходит от этой виртуальной лампы. Далее, это Power, то есть сила света. Она сейчас стоит на 10, я поставлю, например, на 100. И мы видим, что у нас это все дело, эта лампочка стала более как-то ярко освещать. Мы сейчас, наверное, продемонстрируем эффект лампы данной для освещения, например, вот голограммой освещения улицы. Сейчас мы сделаем примерно цвет такой же, как голограммы, такой голобоватый, синеватый. И поставим Power, то есть силу освещения лампы на 1000. И мы видим, да, что у нас лампа, это стала освещать какую-то область сцены определенную. И мы видим, что вот этот синий свет от этой лампы, он стал распространяться на вот эту вот часть нашей с вами сцены, то есть на наше здание, да, по сути. И то не везде, потому что чем выше, тем это синее освещение у нас пропадает. Мы эту лампочку скопируем. Или нет, лучше в новую лампочку вставим. Point. Так, теперь, давайте с вами сейчас добавим освещение для вот этих вот фиолетовых, очень ярких, просто ярчайших светящихся полос. Ставим, ну и в принципе можем пипетку взять. Берем пипетку и выделяем наш цвет. Вот. Силу поставим на 1000 тоже. В принципе, я думаю, это неплохо. Очень даже неплохо. И смотрится гораздо интереснее, чем это было бы без лампочки. То же самое проделываем и с... Ну, просто эту лампочку дублируем, по сути, и переносим вот сюда. Так, как-нибудь. Да. Теперь мы с вами должны сделать новую лампу. Ну, в принципе, мы сейчас скопируем эту же лампочку, только поменяем цвет на вот цвет вот этой вот замечательной вывески. Я думаю, что можно немного вот так вот сделать. То есть, поярче. И здесь это тоже можно сделать цвет поярче. Прям совсем-совсем. Чтобы это у нас выглядело гораздо более, скажем так, интенсивней. Это может примерно вот так вот. Так, сделаем еще здесь лампу. Здесь у нас разные цвета, поэтому мы поставим какой-нибудь, ну, такой вот, допустим, цвет. Далее у нас здесь тоже... А, во-первых, у нас зелененькие лампочки есть, где преобладает зеленый цвет. Не лампа, то есть, а вывески. Поэтому здесь мы ставим цвет зеленый преимущественно. Вот так вот, чтобы у нас эти... Был свет якобы от этих вот вывесок, знаков. То же самое сделаем здесь. Вот. У нас еще, да, была одна зелененькая вывеска. Она у нас была вот здесь вот. Ну, мне кажется, здорово. Теперь, теперь, теперь. Ну, видим, да, в принципе, что вот этот вот эффект лампочек, он виден здесь невооруженным глазом и очень сильно преобразует сейчас в реальном времени всю нашу сцену в общем. У нас здесь также, да, еще есть два цвета. Но я немного уменьшу сейчас, в принципе, силу. У нас тут получается такой вот синеватый цвет. И плюсом идет фиолетовый. Вот так. Далее мы видим, что у нас вот здесь вот есть очень интересная вывеска. В принципе, она одна и та же, что и здесь. Мы для этой вывески применяли вот такую вот лампочку с таким вот цветом и пауэр размером в 1000. Мы сейчас с вами эту лампочку просто скопируем и перенесем ее куда-нибудь вот сюда. Я думаю, по центру примерно мы ее поставим. Где-то здесь. Потому что эта лампочка, она у нас освещает и с этой стороны, и с этой стороны. Ну, по идее. Поэтому мы это сейчас, лампочку эту поставили непосредственно прямо вот сюда, чтобы у нас она светила и туда, и туда. Все. Я думаю... А, вот еще, в принципе, такая большая-большая вывеска у нас здесь есть. Мы можем поставить прямо ее, наверное, на 3000. Попробовать, по крайней мере. И она у нас преобладает желтым таким вот интересным цветом. Я предлагаю сделать, в принципе, вот так. Вот такая у нас с вами сцена в итоге получилась. Вроде бы ничего я не пропустил. Ни одну вывеску. По крайней мере, и этого варианта тоже достаточно. Мы можем нажать вот сюда. Вот такая замечательная кнопочка отвечает за убирание всех этих вот элементов вьюпорта. Технических, скажем так. То есть, убирание этих вот иконочек ламп и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы нажимаем сюда, и у нас и сетка убирается из 3D-сцены, становится невидимой, исчезает. И все эти лампочки тоже у нас принимают такой невидимый вид. Вот. Ну, мне лично нравится. То есть, по крайней мере, со стороны это неплохо смотрится. Я даже предлагаю сейчас View вкладочку нажать. Viewport, нет Navigation. И выбрать инструмент перемещения Valk Navigation, чтобы немного походить по нашей трехмерной сцене. Вот так вот. Насладиться этой замечательной голограммой обезьянки. Посмотреть на этих замечательных непосредственно людей, которые там еле-еле видны. Кстати, есть, ну, просто ради эксперимента посмотреть, поэкспериментировать еще с окнами. Почему бы нет? То есть, почему бы нам, например, не сделать, ну, хотя и так много всего светиться, мне кажется, не стоит. Короче, идея была в чем? Идея была, например, сделать это вот окно светящимся. То есть, мы, по идее, конечно же, можем. Просто ради эксперимента. Время еще немного осталось. Ради эксперимента переходим в режим материалов. Плюсик. Создаем ячейк для нового материала. Теперь, в принципе, мы меняем на Emission. Создаем, точнее, текстуру добавляем мы. Какая у нас там была она, вот, по-моему, да? Вот. И силу свечения мы ставим на 10. И SI нажимаем, чтобы у нас этот материал применился к данному полигону, выделенному. Вот. Как получилось? Сейчас посмотрим. Я немного уменьшил все-таки, наверное, силу свечения. Но вот такой вот эффект, в принципе, может быть и неплохо. Ну, не знаю. Не знаю, мне как-то не особо нравится. Я, наверное, отменю. Но, тем не менее, такой эффект можно было бы сделать запросто. И, в принципе, я думаю, это было бы неплохо. Ну, вот. Ну, вот.